И теперь начинаю варить суп. Суп у меня будет с фрикадельками, самый-самый-самый простой. Ничего там такого не будет, потому что дети не любят там ни лук, ни морковку в супе. Просто будет вот бульон. Я вот закидываю туда морковку целиком, чтобы потом можно было выбрать, чтобы вкус она просто дала. Риса немного закинула. Сейчас жду, пока она закипит. Потом закинула такие вот овощные кубики. Соль, перец и фарш уже готовый сделала. И вот сейчас вода закипит. Я закину эти два кубика и начну крутить шарики. Посолю, поперчу. Вот так. Потом покажу, как получилось. Вот так вот эти кубики выглядят. Они в воду бросаешь, и они растворяются там. Овощные, для прозрачного бульона стоит на пачке. Сейчас могу пачку показать. Вот такая вот пачка. Вот сколько? Вот 12 штук по 10 грамм. Все вместе на 6 литров воды. Вот эти 12 кубиков. Так, вода у нас окупает. Сейчас закидываю эти два кубика. И начинаю крутить шарики. Фрикадельки маленькие. О, мне так интересно получится. У меня не получится похудеть. Я специально с вами говорю. Если я на камеру скажу, то буду больше стараться, чем если так сама. Ну, посмотрим. Надеюсь, очень у нас в конце апреля свадьба моего двоюродного брата. И так хочется похудеть до этого времени. Я смотреть уже не могу. Тем более, когда знаю, что один раз получилось. Так хорошо похудела. Так себя хорошо чувствовала. Сейчас хочется опять к лету похудеть. У нас погода на улице. Извините, что повторяюсь. Но я рано радоваться не могу. Так ждали. Уже, уже сейчас сколько у нас по 12? Уже почти 12. 20 градусов. Хотя обещали 18-19. А уже сейчас 20. Со 20, наверное, сегодня уже будет. А что тогда в пятницу? В пятницу 21, обещаю, наверное, все 25 будут. Классно так. Сегодня сын старший приедет на автобусе. У него сегодня всего часа он. Где-то без пяти часов у него уроки. Пока он на автобусе приедет. Где-то около двух у лидового. Младшие оба, они до трех учатся каждый день. Без пятнадцати восемь. Школа до трех. Они еще в начальной школе учатся. Первый, второй, третий, четвертый класс. А старший в шестом классе. Он уже там в другом городе ездит на автобусе. И у него три дня в неделю. В понедельник, среда и четверг у него до четырех. До полчетвертого школы. А в вторник и пятницу до с пяти часов. Но они тогда им домашние задания не задают. Это такая школа, что они, как называется, целый день. Танста в шуле по-немецки. Они там уроки делают и обедают все там. Ну, мне пока нравится. Дети довольные. Вот сегодня заберем детей. В три часа мы их. И поедем. Пойдем погуляем на улицу. На детскую площадку сходим. С ними. Чтобы поигрались. А еще нам без двадцати. Тринадцать-сорок. У нас, короче, младшего. В первом классе он учится. Родительское собрание. Мы, родители, будем и... Ну, короче, родители с ребенком. Каждый отдельно заходит к учителю. И он рассказывает все о ребенке. Как он учится. Какие успехи. Какие недостатки, если есть. И вот у него сейчас в первом классе тоже будет второе такое собрание. Не так, что все родители в одном классе сидят и про каждого ребенка учитель говорит. Здесь не так. Они здесь каждый... Короче, дают время каждому там по десять минут. Учитель пишет на бумажке и ребенок приносит домой. Вот у нас, например, сегодня с тринадцати-сорок-сорок-пять до четырнадцати-пятнадцать минут на каждого дается. И он каждый урок так проходит математика, немецкий язык, так у них. Какие у него успехи. Ну, пока он с ним довольный. Надеемся, так и останется. Они у нас все трое по математике. И вообще отлично. Средний даже у него... Он был сам... У них, короче, какое-то там соревнование между школами в одной части Германии. И он выиграл... Первое место занял в нашей школе. Самый лучший в нашей... Со всей школы. Сколько у нас там? Три первых класса, три вторых... А нет, это только между третьим и четвертым классом. И вот он самый лучший. Вот пошел... Прошел дальше, короче, там три этапа было. И на втором этапе ему нужно было второй проходить. Там, ну, короче, вторую ступень. И он в этот день заболел. И так не смог дальше пройти. Не смог пойти и написать эту работу. Жалко, конечно. Он так радовался. Ну, что там, если кто, все три этапа проходит и самый лучший получает приз. Но у него, к сожалению, не получилось. Он так расстроился, верно. Ничего. У него всегда, если они мало... Классную работу пишут по математике, он всегда самый-самый лучший в классе. В основном. 90%. И так же и в старшем тоже отлично. Ну, не отлично, а очень хорошо учится. А вот по немецкому языку там с, как это называется, правила там, грамматика. Вот это у них немного хромает. О, ой, и там надо немножко заниматься. Особенно средний он ненавидит диктанты. У него там куча ошибок. Но все равно лучше, все лучше и лучше становится. И так же у старшего. Но не дополнительно тома. Я стараюсь с ними заниматься, чтобы это тоже... Ну, не так прям, что сильно плохо, но все равно хромает немножко. Посмотрим, как у малого будет. Они пока еще оценки не получают. Но с оценки ставят только с третьего класса. С первого по второго в них не ставят оценки. А с третьего класса с этим же получают оценки. Ну, пока мы довольны. Все трое, все разные. Все по-разному. Каждому с каждым нужно по-разному обращаться. Но одного надо немножко строго, чтобы он там поднапрекся, если в школе. С другим надо наоборот его как-то мотивировать по-другому. Если что-то получается, говорить молодец, лично. Хорошо, если на него чуть-чуть там полос повысишь, там строго скажешь, он все расстается, начинает плакать, и это вообще не для него. С ним надо по-другому. Так, они все разные. Со всеми разные подходы к каждому нужен. Ну, посмотрим. Ой, так на улицу хочется. У нас сейчас в Германии время переведено на выходные. И так это чувствуется, вот эти первые, первую неделю. На час раньше надо вставать. Дети, мы вложимся по старому времени, потому что тоже раньше на час не ляжешь, как-то, все равно, вложимся-то раньше, или я стараюсь их раньше уложить. Но усыпают, они все равно по старому времени пока, пока привыкнут, пока перестроятся. А вставать, считай, нам нужно пораньше на час в целом. И тяжеловатый немного. Слава тоже сейчас у него начинает смену, приходит, ложится обычно, он до 12 дня спит. А сейчас вот две ночи отработал, встает и по 11-го. Всыпается. Ну, потом, конечно, в течение дня, потом если становится, встает или спать хочется, он идет сразу ложится. В основном, в 6 где-то он так вот ложится еще раз спать. Часть, в 2, в 2, в 3, поспит, потом на работу лучше себя чувствует. А иногда бывает, что не получается, и человеку, тогда они, конечно, тяжело. Вот такие у нас дела. Спасибо всем, кто подписался. Так приятно. Кто пишет комментарии. Ну, мы канал вообще завели не так, чтобы там скорее-скорее набрать подписчиков. В основном мы для себя что-то так решили. Думали, где 100 детей проходят, и где-то хранить. Ну, в YouTube, я как слыхала, самый лучший способ сохранять видео, чтобы самая память потом была, когда вырастут, чтобы посмотреть. Детям тоже интересно будет. Они, правда, по-русски не понимают, но ничего. Может, научатся. Они хотят очень. У нас в школе преподают тоже. И кто хочет учить русский язык, они предлагают. Наши в годы хотят, надо будет их записать. Потому что дома бесполезно. Мы с Лавой в основном разговариваем. Ну, не то, что на русском, мы вообще всё смешиваем. У нас всё, можем одно слово русское, одно немецкое, или русское слово с немецким окончанием, немецкое слово с русским окончанием. Короче, в перемешку разговариваем. А с детьми сразу, только, что-то сказать, сразу по-немецки. Э, да, по-немецки. Ну, так вот, иди сюда, они понимают или... Совсем мало выражений. У нас все, мама с детьми, наверное, на немецком. Ну, в основном, мы приехали в 89-м году. Вся наша семья. Мама, папа, у меня ещё сестрёнка и брат старший. И мы все в основном общаемся на немецком. Ну, больше, больше, больше. С сестрёнком, и она вообще, у неё муж, он приехал, ему было два годика всего, он вообще по-русски не может разговаривать. Ну, и сестрёнка, естественно. Ну, она понимает всё, но говорить не может. Может тоже, только очень-очень ломаный языком. Вот так. И дети, все дети у нас у брата три дочки, у сестрёнки две дочки, а у меня три сыночка. И вот дети у нас все только по-немецки. Жалко, конечно, я прям завидую людям, всеми подружки тут тоже делали. Они разговаривают на русском, на немецком свободно. У нас не было, училась почему-то. Я, ладно, я. Я приехала, мне было, как я говорила, 12 лет. Я в седьмой класс тут прошла сразу. И всё на немецком, на немецком. Русскоговорящих тут почти не было, только в основном тогда ещё очень мало было. Особенно там, где мы жили в деревне, куда мы приехали. Там вообще русский был, я не знаю, ну, не русский, а с Россией, которые приехали. Совсем мало. И мы вот так вот быстро на работе, только на русском, на немецком общаешься, и вот так вот как-то тяжеловато. Мне сейчас-то тяжело русские слова подбирать. Так что, если ошибки, там с ошибками говорю, извините, пожалуйста. Тяжело. А вот что меня удивляет, то что Слава, он приехал, позже намного меня сюда, с Алматы. И он чисто русский. Я-то русская немка, а он чисто русский. И говорит, и грамотно, и намного, и без ошибок может. Ну, и у него не получается. Мы когда старше родился, я уже рассказывала, мы старались, хотели с детьми, думали, ну, нам так советовали, чтобы они сразу два языка учили, когда растут, чтобы один только по-русски разговаривали, только-только по-русски, а другой только по-немецки, ни слова русского. И тогда ребенок, он позже начинает говорить, но он сразу учит два языка. И это функционирует. У нас многие так получаются. Ну, и мы с ним решили твердо, все будем. И ходим, деляем. С ним по-русски, только с ребенком, я на немецком, и он на немецком. Мне ничего не получилось. Ну, не знаю. Но они очень-очень хотят научиться. Посмотрим. Вот, я уже докрутила. Сейчас добавите суп, убавлю немножко огонь. Подождем, и потом уже супик будет готов. Вот еще забыла сказать, совсем забыла про картошку. Картошку тоже, конечно, туда еще уложу в суп, но придется теперь чуть подольше повариться. Ничего страшного. Специально мелко сейчас себе порезала, чтобы быстрее оставлялся. Вот такой супик у нас получится. Вот такой супик у меня получился. Слава уже поел, говорит, очень вкусный. Теперь я буду кушать. Всем приятного аппетита, кто кушает. И пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok